И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диагин, а на головах его имена богохульные. И дал ему дракон силу, и престол свой, и великую власть. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчиму, и говорил как дракон. Он действует перед ним со своей властью первого зверя, и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. И творит великие знамения, так что огонь не заводит с неба на землю перед людьми. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку, или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое. Все мы хорошо знаем эти строки из Откровения Иоанна Богослова. Как же это понимать? Можно отнестись к этим строкам скептически, но пророчество какое-то уж очень детальное. В нем описан не только внешний вид метки зверя, но и указано ее назначение. Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Конечно, Библия очень спорный источник информации, не признанный как исторический документ даже в христианских странах. Но вот в Библии множество различных пророчеств, некоторые из которых, как ни странно, уже сбылись, а некоторые, такие как это, от Иоанна Богослова, очень схожи с современной действительностью. В пользу возможной правдивости пророчества Иоанна Богослова свидетельствует и такой вот факт. В 2000 году Священный Синод Русской Православной Церкви принял специальное заявление по поводу штрих-кодов, которые государство активно внедряло в торговле. В этом заявлении чувствуется серьезная тревога. И как ни странно, РПЦ во время текущей эпидемии коронавируса практически прямо выступила против мер самоизоляции. Да, это были лишь отдельные служители церкви. Но нужно отдать должное в том, что их было достаточно много. Я не являюсь сторонником или прихожанином какой-либо из церквей, но факты всегда остаются фактами. Итак, о чем же заявил Священный Синод в 2000 году? Таким образом, в штрих-кодах по воле создателей международной системы их написания изображаются числа в виде линий разной толщины. Заключает в себе три раздельных линии, графически совпадающие с тремя цифрами 6. Таким образом, в штрих-кодах прямо заключено изображение числа 666, которое упомянуто в книге Откровения святого Иоанна Богослова как число Антихриста. Разработчики глобальной системы штрих-кодов избрали символ оскорбительный и тревожный для всех христиан, что выглядит как герзостная насмешка. Многие сейчас в интернете и даже с экрана телевизора говорят о том, что в 2000 году с маркировки товара все только начиналось. Метить маркировками или, как говорят, чипировать вскоре будут и людей, как товар, как и сказано в пророчестве Иоанна Богослова. Давайте попробуем разобраться, возможно ли такое гипотетически. Да, навряд ли чипы, которые мы с вами будем, возможно, носить на правой руке или на лбу, внешне будут выглядеть как цифра 666. Но первично знаковый смысл этого числа зверя и был показан людям в самом начале ведения системы учета товара. В Откровении Иоанна Богослова вообще речь идет о двух зверях. О нанесении числа зверя говорит из них только один, вышедший из воды. Я думаю, эти многоголовые звери символизируют капитализм. Тот, вышедший из воды, есть глобальный финансовый капитал. Второй зверь, вышедший из земли, это капитал промышленный. Сегодня мы с вами уже четко представляем то, что в настоящий момент идет глобальное противостояние именно финансового и промышленного капитала. Именно финансовый капитал, представленный в политических силах мира как либеральная демократия и решил во времена текущего кризиса осуществить переход от прошлой демократической вседозволенности к системе планового капитализма. А этот плановый капитализм для простых людей является фактически электронным концлагерем. Конечно, сегодня у многих сложилось двойственное мнение о христианской религии и ее главной книге – Библии. Но все же пророчество Иоанна Богослова дошло до нас именно оттуда. Капитализм во всей его красе – это то, что окружает каждого из нас с вами на протяжении последних 30 лет. Кто-то в этот рынок вписался и чувствует себя, как рыба в воде. А кто-то, не имеющий так называемой предприимчивости, ругает капитализм последними словами. Но как бы мы с вами не относились к окружающей действительности, она от этого вряд ли изменится. Интересно то, что этот окружающий нас капитализм постоянно менялся. С 90-х годов, с момента его старта в России, условия игры в нем становились все жестче. Да, по сравнению с этими 90-ми годами, мы стали жить вроде бы лучше. Но это только на первый взгляд. Многие теперь ездят на новых иномарках, вместо подержанных, пригоняемых из Европы в те самые 90-е годы. Многие живут в новых квартирах, а не с родителями, как это было до начала 2000-х. Но это все благодаря только запущенной программе ипотечного и автокредитования. Итак, что же нам приготовили теперь? Во что еще, кроме кредитов, нас загонят после коронавируса? О каком изменившемся мире говорят сегодня без исключения все средства массовой информации? Давайте постараемся это понять. Итак, подавляющее большинство из нас теперь должники. Хорошо это или плохо, решать каждому самостоятельно. Может быть, чем-то и хорошо. По крайней мере, квартиру и машину стало возможным получить практически сразу, после выхода на первую же работу, не копя на них полжизни. Эти полжизни на одну лишь машину мы копили во времена СССР. К отрицательным факторам кредитования можно отнести сумасшедшие переплаты. И квартира, и машина в оконцовке обходятся каждому из нас в среднем вдвое дороже. Но некоторые говорят так. Деньги сегодня и деньги завтра имеют разную ценность. А главное, в общем-то, не в этом. Сумма ежемесячного кредитного платежа стала показателем успешности и социального уровня. И эта же сумма всех и выдала. Недавно введенные IT-технологии, так называемого цифрового правительства, анонсированные в 2009 году еще Дмитрием Медведевым, в первую очередь охватили банковский и налоговый сектор. Управляющий искусственный интеллект вычислил для каждого из нас главную характеристику индивидуума. В капитализме, который нас с вами и окружает, этой характеристикой является производительность труда. Причем интеллект просчитал ее на основе анализа официальных доходов и реальных трат каждого из нас. А эти траты с доходами, видимо, очень сильно разнятся. Похоже на то, что после такого просчета этот искусственный интеллект реально прозрел. И когда он прозрел, выдал нужное соотношение производительности труда и потребления. Но выдал он это по заложенному его создателями шаблону. Капиталисты уже давно просчитали надвигающийся системный кризис и вспомнили о ранее забытой до начала 2000-х годов производительности труда. Эта экономическая характеристика стала всплывать после долгого забвения 5 или 7 лет назад. В одной из экономических статей за 2015 год было приведено сравнение России с другими странами по этой характеристике. Оказывается, на этот 2015 год Россия отставала в производительности труда от США, Японии, Германии и даже от Польши и Казахстана. А серая, неподотчетная налоговым органом часть экономики России составила чуть ли не ее треть. Ага, вот где их реальные доходы, подумал интеллект. Хорошо ракеты сразу не запустил, как в фильме «Терминатор». Решил пока учесть и обложить. Конечно, для решения этой задачи он связался с интеллектом постарше, который до него запустили в развитых странах Запада. Старший брат об этом вопросе тоже думал. Но то, что они решили, ниже. А пока о производительности труда. Конечно, удивляет, как так? Мы столько поставляем нефти, газа, древесины, металла. И население у нас, в общем-то, небольшое. А вот производительность труда на каждую его душу меньше, чем в какой-то Польше. Как думаете вы, может ли реально производительность труда в России быть ниже, чем в Польше и Казахстане? Несмотря на все, что мы с вами производим. И несмотря на то, сколько у нас вообще населения. Кому тогда в этой мировой экономике записывают производительность труда граждан России? Если вы согласны с моими подозрениями, поставьте в комментариях знак плюс. А если нет, и вы думаете, что я что-то не понимаю, поставьте знак минус. Просто интересно, почему мы живем хуже, чем в Польше, где нет никакого газа и нефти? Дальше, очень интересный вопрос. А что же было с оценкой производительности труда в прошлом? Учебники экономической истории пишут о том, что находясь на пике своего экономического могущества в 1913 году, Российская империя по производительности труда в 9 раз отставала от США. От Англии и Германии она отставала почти в 5 раз. Далее экономисты пишут. Но при этом наличие собственной валюты, того обеспеченного золотом царского рубля, а также некий протекционизм большого внутреннего рынка, позволял сглаживать негативные последствия от этой низкой производительности труда во всей российской экономике. Вам не кажется то, что кто-то посчитал эту производительность труда в Российской империи 1913 года, как-то, мягко говоря, не так? Но идем дальше. В советское время повышение производительности труда считалось важнейшей задачей всех трудовых пятилеток. Но об индивидуальной производительности тогда никто не заикался. Она сводилась к выполнению плана трудового коллектива. В это советское время по пути движения к коммунизму старались выполнять принцип «от каждого по возможностям, каждому по потребностям». Хотя это получалось не всегда и не везде. Но снова экономические историки напишут о том, что попытки с СССР догнать США по этой производительности труда были безуспешными. К 1989 году удалось сократить это отставание лишь до 70%. Что же это такое? Вся страна десятилетиями пахала, строила колоссальные заводы, самолеты, луноходы, кормила Азию, Африку. А производительности труда как в США так и не достигла. И на момент конца СССР этот разрыв оставался колоссальным. Вы спросите, что же я про эту производительность так долго рассуждаю? Кому она нужна? Ведь до 2000-х годов о ней никто и не вспоминал. А все просто. В капитализме пришли тяжелые времена. И чтобы выжить, ему приходится брать под учет все им ранее неохваченное. По оценке производительности труда решили давать возможность самого употребления. Для чего и нужно чипирование с электронными деньгами. Вот эта логика просчета и заложена в технологии искусственного интеллекта и того самого 5G. Они же и стоят сразу за коронавирусом на пороге каждого из нас. Вот так теперь потребление в планово-капиталистической корпоративной действительности будет даваться каждому, исходя из его индивидуальной производительности. Искусственный интеллект вычислит всех работающих и подрабатывающих мимо кассы. Представьте, как хочется системе забрать свою часть от этого колоссального потока денег. Особенно у нас, где официальные доходы населения оказались меньше, чем его траты. А ведь в этом побочном заработке, который сейчас имеет большинство населения, и есть та часть свободы личности, за которую и развалили с СССР. Тогда, в начале 90-х, боролись еще и за свободу слова, которую сегодня уже отняли. Отняли, ведя уголовный закон о распространении фейковой информации. Многие еще не поняли, что это за зверь. Но скоро этот закон себя покажет. Если над этим законом пошутить, то первые, кого надо привлечь по нему, это метеорологи. Дал фейковый прогноз погоды, а от этого наступили конкретные экономические последствия, все ответственность за распространение фейковой информации. Но это, я еще раз повторюсь, шутка. Так что, мы возвращаемся в СССР, осталось вернуть наказание за нетрудовую деятельность. Рассматривая вопрос о, так сказать, левых доходах населения, я не имею в виду явно криминальные. Посмотрите на реальный уровень дохода в нашей стране. Если не брать во внимание Москву, а посмотреть действительно другие области, средний доход населения в них будет равен 15-20 тысячам рублей. Самое главное, что такие зарплаты платят государственным служащим. А такие маленькие государственные зарплаты и дают шаблон всем остальным. Вот и бежит после дежурства бедная медсестра с зарплатой в 15 тысяч рублей лечить коммерческих больных, ставить уколы и капельницы на дому. Бежит по частным клиентам и тот же системный администратор налоговой инспекции. Так что у подавляющего большинства доход сверхофициальной зарплаты реально заработан. В советское время его называли шабашка. И именно для тех, кто пытается достойно выжить в капиталистическом мире, в таком как у нас, где официальные зарплаты мизерны и есть их самореализация. Многим этот левачок дает уверенность в себе, чувство самостоятельности и неполную зависимость от работодателей. Мало того, в этом вопросе есть еще и другая проблема. Подавляющее большинство глав семей полностью отдают официальную зарплату своим женам. А приработок дает возможность мужскому населению страны иметь карманные деньги. Дает возможность, не влезая в семейный бюджет, дарить подарки своим детям и тем же женам. То есть эти карманные деньги есть основа личной свободы, благодаря которой мы не превращаемся в угодливых баранов. Не дал начальник премию, да и фиг с ним. На шабашу, но присмыкаться не буду. Представьте, кем станет большинство из нас, если мы полностью будем зависеть от того, сколько нам заплатит работодатель. Ведь у абсолютного большинства дома те, кому эту зарплату полностью нужно отдать. Иные семейные отношения редко кто из нас может построить. Об этой проблеме в отношениях мужчины и женщины писали многие исследователи. Писал Георгий Сидоров. Писал Владимир Пятибрат в своей глубинной книге. Грядущее отсутствие самореализации мужского населения в стране может в итоге стать первым шагом к матриархату. Этот матриархат, кстати, уже четко укоренился в европейских развитых странах. Как ни странно, он укоренился и в Японии, и в Китае. Многие задаются вопросом, зачем вводить тотальный контроль в нашей стране. Ведь эти заработанные на шабашках деньги все равно никуда от государства не уходят. Оно взымает налоги с каждой покупки в продовольственном магазине. С каждого литра бензина, не говоря уже о налогах на недвижимость и транспорт. Сегодня фискальная система уже стоит у каждой двери и у каждого окна. Зачем становиться еще и у мышиной норки? Помните страшное советское проклятие «Да чтоб ты жил на одну зарплату». В капиталистическом мире, который сложился у нас в России, это проклятие нисколько не потеряло свою актуальность. А теперь к этому всему прибавим надвигающуюся ювенальную юстицию. Не долог тот час, когда челябинские брутальные мужики станут выглядеть так же, как обрюзшие шведы или финны, застывшие на их лицах глупой улыбкой. Но самое главное, такой тотальный контроль не выгоден нашей стране даже тем, кто ее управляет. Также очень маловероятно то, что они его именно и продвигают. Но происходящие сегодня мировые события тотальной изоляции плюс моя логическая цепочка четко показывает то, что ни одна страна в мире самостоятельной не является. Страновые элиты и их правительство очень зыбко могут сопротивляться мировой экономической системе. Скорее всего и сам глобальный промышленный капитал тоже против введения тотального контроля. Кому хочется попасть в такую вот полнейшую зависимость от финансистов? Именно поэтому в США сегодня и происходят войны демократов, ставленников финансового капитала с промышленниками. Недавняя, так сказать, революция в этом США и привела к высшей государственной должности именно Трампа, представителя капитала промышленного. Но кто победит, еще не предрешено. Видимо сейчас и идет самая активная фаза этой битвы. Но промышленники, союзники простому населению лишь временно. И только в части недопущения тотального чипирования. В своем недавнем фильме «Вот что будет после коронавируса» я на основе сравнения настоящих событий в мире и Великой депрессии 1929 года предположил то, что мировую эпидемию финансовые глобалисты использовали с целью снизить объем мирового производства. Так они решили выйти из нарастающего с 2008 года кризиса перепроизводства, в результате которого мировые цены на сырье, товары и услуги имели тенденцию неуклонного снижения, практически до отметки ниже своей себестоимости производства. Все кризисы капитализма, по мнению многих экономистов, являются кризисами самой капиталистической общественно-экономической системы и являются именно кризисами перепроизводства. Мировое правительство, возглавляемое сегодня представителями именно финансового капитала, состоит из 100 семейств, владеющих 60% мирового ВВП. Но в это мировое правительство все-таки входят и представители кругов промышленного капитала. Все они вместе взятые за весь 20-е и начало 21-го века договориться так и не смогли. Свидетельством этого являются периодические кризисы перепроизводства. Но сегодня в этом мировом правительстве из представителей финансового капитала, ранее наслаждавшего в мире либерально-демократическую модель, выделилась группа, решившая изменить саму капиталистическую систему. Это и есть система планового капитализма, неотъемлемой частью которой является тотальный финансовый контроль. Из истории мы видим то, что либеральные демократы почему-то всегда приводят к тоталитарной модели. Социал-демократы конца 19-го, начала 20-го веков боролись с царизмом под лозунгами «Свобода и равенство». Итогом стало установление тоталитарных, так называемых, коммунистических режимов. Сегодня я не буду углубляться в тонкости развалившегося СССР, но посмотрите на Северную Корею, Китай времен Мао Цзэдуна или Палпота в Кампучии. А все ведь началось с либерально-демократической идеи. И как ни странно, сегодня демократическая партия США вдруг стала высказывать идеи социализма. Но что за этим всем стоит, я думаю, уже понятно многим из нас. В общем, похоже на то, что сегодня у руля глобальным миром идут жесточайшие схватки. Результат их мы увидим по введению или не введению тотальной вакцинации с чипизацией населения. Я думаю, скорее всего будет как обычно. Будет принят какой-то промежуточный вариант, типа ни нашим, ни вашим. Как это будет выглядеть, посмотрим. А теперь вопрос, который интересует сегодня каждого из нас. Вроде бы уже все начали выходить из режима карантина и самоизоляции. Но вот буквально вчера выступил глава Крыма Аксенов и сказал то, что в Крыму курортного сезона не будет. Как это понимать? Когда же тогда действительно мы полностью выйдем из карантина? Я думаю, эту самоизоляцию полностью снимут еще не скоро. А вот к прежней жизни мы с вами не вернемся уже никогда. Не зря каждый день СМИ твердят нам о каком-то новом мире. Но что же будет дальше после карантина? Что принесет этот новый мир каждому из нас? Сегодня в официальных СМИ появилась масса информации о том, что чипизация это фейк, распространяемый в сети. Но все же давайте гипотетически предположим обратное. Итак, считайте это строками из еще не опубликованного фантастического романа. Пример случившегося с Андреем Тюняевым вносит серьезные коррективы в то, что мы теперь будем говорить публично. Слушайте еще не опубликованные строки из фантастического произведения. Если победит лагерь продвигающих этот новый мир, то он скорее всего будет таким. В первую очередь изменятся деньги. Мировые финансовые элиты уже опробовали некий биткоин. Уйдут привычные валюты. Все деньги станут электронными. И будут их генерировать какие-то блокчейн-площадки. Подавляющее большинство из нас и сегодня толком не понимают, чем являются настоящие современные деньги. Кто и как их печатает. Природу новых денег понимать будут вообще единицы. А эти генерируемые деньги будут однозначно динамичными. И все они будут торговаться. То есть для нас с вами их курс и покупательная способность будет плавающей. А это говорит лишь о том, что накопления в таких деньгах станут неактуальными. Может быть кто-то и будет в них играться на фондовых рынках. Но вот что делать остальным? Названий и видов этих электронных денег будут десятки, согласно центрам их генерирования. В результате этого все значимые покупки мы станем делать в кредит. И делать согласно оценке своих кредитных рейтингов. Эти рейтинги вместе с оценкой индивидуальной производительности труда станут основой нового кастового общества. Кто в это не верит, посмотрите на современный Китай. Кредитные рейтинги банки в нем ввели уже несколько лет назад. США пошло еще дальше, внедряя бальную систему индивидуума, начиная с начальной школы. Вот вам и искусственный интеллект с 5G технологиями. Теперь, разумеется, индивидуальное потребление будет зависеть от этих двух показателей. Оценка личной производительности труда и рейтинга. Сам же этот рейтинг будет не только кредитным и установленным банками. В него будет и входить оценка страховой компании. Каждый пашет и каждый на учете вплоть до медицинских показателей. Кто снова не верит, загляните в свой смартфон. Он уже давно считает ваши шаги и пульс. Еще несколько функций считывания и соединения с сервером медицинской страховой компании. И за вашим здоровьем установится полный контроль. Далее вступит в действие продвигаемая сегодня профилактическая медицина. Она будет вовремя вам выписывать таблетки, давать отгулы и отпуска. Так что биоробот теперь раньше времени не сломается. А издержки на его профилактику до починки сократятся до минимума. Кто из нас думал о том, что будущее из фантастических произведений наступит так скоро? А оно ведь уже наступило. Посмотрите снова на свой смартфон. Осталось только установить системы быстрой передачи данных, чем и является 5G технологией. Скорее всего, в споре промышленников и финансистов, этот смартфон и станет промежуточным решением. Может быть, всех и не станут чипировать. Смартфон есть у каждого из нас. А чтобы достичь нужного золотого миллиарда, даже не нужно никого уничтожать. Те, кто окажется за гранью успешности и эффективности и свалится вниз по социальной лестнице, сам и самоликвидируется. Причем случится это за очень небольшой промежуток времени. В итоге, всего лишь через несколько лет после введения такой системы, в развитых странах процент, находящихся внизу за чертой, установится на отметке менее 10%. Гораздо большее количество населения в момент развала СССР, не вписавшееся в рынок, пропало безвозвратно. А это ведь, по подсчетам некоторых исследователей, больше, чем потеря в Великой Отечественной войне. Так что, при введении тотального контроля нашему обществу снова придется потерять те самые 10% населения? А это ведь 15 миллионов человек. Если вы мне не верите, сами поднимите эту статистику, и вы увидите количество потерь в каждой из перестроек общества, пережитых нами в 20 веке. Но это все только если Россия еще умудрится войти в список развитых стран. А если нет? Что вообще будет со странами Африки, Азии и Латинской Америки? Жить там будут только элиты. Все остальные будут просто существовать и бороться за выживание. Распределение из общемирового котла для них сократится до минимума. Подавляющее большинство стран из этих регионов живут так и сегодня. Посмотрите на развитую в кавычках Бразилию. Ее население представляет из себя большинство существующие в фавелах и супер богатое меньшинство живущих за заборами под охраной. Средний класс отсутствует практически полностью. А мы с вами от этой Бразилии совсем недалеко. Но такое будущее, конечно, никому из нас и не снилось. Но что же делать, если все-таки победят глобальные финансисты? А сделать можно только одно – установить какие-нибудь народные деньги. Сегодня много различных организаторов систем потребкооперации. Это товарный обмен в основном между жителями так называемых эко-поселений. Может быть у всех этих разрозненных организаторов и получится объединиться в единую систему. Но это до определенного момента, пока фискальная система не обложит налогом каждую курицу и каждое плодовое дерево. Так, кстати, уже было при Хрущеве. Я хорошо помню рассказы своих дедов, как им пришлось вырубить все плодовые деревья во дворе. А до этого хрущевского налогообложения все жители деревень успешно сдавали все выращенное в за год конторы. Тогда до Хрущева в Советском Союзе была очень развитая система потребкооперации. Так вот, если сегодня ведут налог на каждую курицу и на каждое плодовое дерево, легче будет все выращенное продавать за обычные деньги. И все потуги по созданию системы потребкооперации пойдут прахом. А самое главное, далеко не все из нас способны бросить города и перебраться на землю. Что же мы можем подчеркнуть из советского опыта еще? В это советское время главной валютой за шабашки был так называемый Могорыч. И действительно, бутылка 40-градусной прозрачной жидкости считалась валютой. Вот и ответ на вопрос. Сегодня что-нибудь тоже может стать эквивалентом работы, которую мы делаем друг для друга, вне работы официальной. Я думаю, одним из таких эквивалентов может быть монеты и мелкие слитки золота или серебра, продающиеся сегодня во всех банках. Ярчайший пример жизнеспособности такой модели – Япония. Японская игорка. По закону в этой стране играть на деньги запрещено. Но в Японии масса подобных заведений. В них выигравшим выдают стандартизированные золотые кулоны, считающиеся ювелирными изделиями. А кулоны везде можно обменять на иены. Но все, что я сейчас сказал, является лишь предположением. Как все будет на самом деле, сказать сегодня очень сложно. Как поступить в надвигающейся действительности, решать каждому из вас самостоятельно. Как думаете вы, какое альтернативное доступное нам платежное средство будет актуально, если мы все попадем под колпак тоталитарного контроля? Пишите свое мнение в комментариях под этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал iSpeak.